Дорогие друзья, мы вновь приветствуем вас на нашем канале Семейном, который называется Семья Савченко. И с вами сейчас вновь ваши дорогие и любимые, а вы наши Алексей и Лидочка Савченко. Здравствуйте! Здравствуйте! Уже почти наступает весна, поэтому у меня хорошее настроение. Для тракиста весна это милое дело. Итак, сегодня у нас какое число, Лидочка? 19 февраля. 19 февраля, 2016 год. Ну, как обычно, у нас обзор начинается с быстрого, краткого, так сказать, размышления, что творится на нашем канале. После этого будут вопросы и ответы, а в конце мы расскажем примерно, как неделя прошла, да? Итак, просмотром было 15244 на этой неделе. Кто поставил «Нравится» 301, не «Нравится» 10, комментарии 79 и поделились 46 человек. Итак, по странам. По странам. Что у нас происходит по странам? Народ потихонечку, так сказать, пополняется. Так можно сказать, нет? Собирается. Собирается. Значит, Россия у нас по просмотрам. Россия на первом месте. Украина на втором. Вова радуется вон вместе с Ангелиной. Они готовятся сейчас салюты пускать. Америка на третьем. Казахстан на четвертом. Молдова у нас вышла на пятое место. Очень приятно, друзья. Беларусь на шестом. Германия на седьмом. Болгария на восьмом. Первый раз или нет? Болгария была у нас уже? Болгария была. В десятке была, да? Израиль на девятом. И, интересно, на десятом месте неизвестный регион. Как ты думаешь, где этот неизвестный регион? Наверное, остров какой-нибудь. Буян. Ну, тот известный. Известный. Да, этот еще не опознан. А где этот был с пятницей вместе жил? На каком острове? Не знаю. А тот, который с субботой жил? На каком? Хорошо, ладно. Неизвестный регион на десятом месте. Всех приветствуем из неизвестного региона. Хорошо. Мужчина у нас немножко сбавилась. 35 процентов. Женщина 65. И на этой неделе у нас подписчиков 55 новых. Приветствуем. Рады вновь видеть вас. Не вновь. Рады приветствовать вас на нашем канале. И всего у нас 2686 подписчиков. Спасибо всем. Всем спасибо. Всех приветствуем. Всем рады. И детвора у нас сегодня двое всего. Это Владимир и Ангелина. И сейчас мы немножечко добавим музыки. Приветствуем всех наших новых подписчиков. Ну что? Поехали. О, спасибо. А давай пробую еще разок. О, молодец. Спасибо. Все. Мама. Ютуб-канал Семья Савченко предлагает вам не только подготовленные видео, но и возможность распечатать в пиде в формате уроки английского слова, песен с аккордами, уроки игры на синтезаторе, рецепты. И это еще не все. Мы приготовили для вас еще больше подарок, предоставляя вам возможность скачать в МП3 формате все уроки английского языка, песни, музыку. И все это совершенно бесплатно. По вашему расположению, желанию и возможностям вы можете поддержать развитие нашего канала на сайте savchenkofamily.com.ru Спасибо вам за ваше понимание, расположение и поддержку. Давайте мы сейчас сразу переходим к вопросам и попробуем на них ответить. Первый вопрос был от Венеры. Здравствуйте, почаще снимайте, ждем, ждем, дождаться не можем. Интересно, что было в подарках? После видео, когда мы ездили, посещали церковь. Ну, я думаю, что в этом обзоре, после этого вопроса, мы поставим фотографии и покажем вам, что было в подарках. Потому что после, как мы приехали домой, я сфотографировала всех детей и показала, что там было в подарках. Хорошо. А второй вопрос... Кстати, я свой подарок не рассматривал. Там у тебя была кружка такая большая для кофе. Кружка для кофе. Вот этот ручнику хорошо, кружка для кофе. Замечательно. Ебника спрашивает, а к вам приезжают в гости родные, близкие, друзья? Ну, рассказывай. Приезжают к нам в гости близкие, родные, друзья. Да, к нам приезжают. К нам приезжают, может быть, не часто, но приезжают. Наша деревня находится на полпути, или, скажем неправильно, на пути в Миннесоту. У нас часть друзей, родственников живет в Чикаго. И когда вот они едут в Миннесоту, потому что у нас в Миннесоте, в частности, в окрестностях Миннеаполиса, очень много родственников, друзей. Когда они едут, они часто к нам заезжают. К нам родители навестят. И, да, бывает, встретимся с нашими друзьями, братьями, сестрами, родными. И просто друзьями. Бывает, просто специально к нам в гости приезжают. А, да, специально. Вот недавно Александр приезжал с Катериной, очень хорошо время провели. Привет вам, если вы смотрите сейчас. Людмила спрашивает. Приветствую вас, дорогие друзья. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как у вас проходят вечерние молитвы? Я выросла в христианской семье. И там была очень серьезная организованная вечерняя молитва. А как у вас? Хорошо, Людмила. Если вы Людмила Клюева из Чикаго, я помню, что фамилия вроде бы Клюева. Если вы из Чикаго, и, может быть, одна фамилица бывает, потому что я по фотографии не смог понять, то мы вас очень рады видеть. Давно-давно вас не видели. Когда мы жили в Чикаго, мы были очень хорошими друзьями. Если это вы, то очень-очень рады вас приветствовать. По отношению вечерней молитвы, ну, я, может быть, скажу несколько слов, что все уже знают, что мы глубоко верующие люди. У нас вечерняя молитва – это особое время, когда мы собираемся с семьей, и когда мы не просто собрались, там, помолились и все, и пошли спать. А у нас есть такое, называется по-английски devotion, да? Это когда такое есть, ну, размышление, общение. Мы берем гитарку, поем, часто детки поют, мы говорим, кто у детки хочет спеть что-нибудь, и они, бывает, по двое, по одному поют. В общем, проходит такое общение, потом бывают вопросы-ответы, да? Дети задают вопросы, я отвечаю с Лидочкой о чем-то, да? Вот. Где-то надо что-то подкорректировать. У нас проходит такой замечательный вечер. Мы не затягиваем это время, делаем так, чувствуем обстановку. Бывает, хочется еще и сидеть, и петь, и петь, и общаться, и даже расходиться не хочется. А бывает деткам в школу, и пораньше мы коротенько провели, и, в принципе, идем на отдых. Вот так примерно у нас проходит. Но я думаю, что мы заснимем видео на эту тему, у меня уже мысли есть специальные, я думаю, там более подробно, именно с видео мы покажем, как это у нас происходит. Дополни, пожалуйста. А то я вот говорю, и людям, наверное, я уже поднадоел немножко. Напишите в комментариях, если я вам надоел в своих этих самых... Ну, я знаю, просто по-разному бывает в семьях, например, кто-то читает Библию по порядку или что-то. У нас еще проходит кто что прочитал сегодня. Вот кто-то читает по плану по какому-то, кто-то там просто малыши читают историю библейскую. Поэтому это тоже в нас входит в вечернее время. Каждый день детки немножко читают из Святого Евангелия или из Библии что-то. Маленькие детки читают из детских Библий, там где с рисунками, все, а вечером как бы они рассказывают. А я читал там про Адама с Евой, а я читал там про Петра. Это интересно, они сами рассказывают. Такое получается как бы детским языком и так получается непринужденно и очень хорошо, да? Деткам тоже нравится, они с удовольствием бегут вечером. Хорошо, поехали дальше. Ольга спрашивает, сегодня день влюбленных, это было воскресенье. Сегодня? Нет. Ну, воскресенье. Я понял, да, да. Дарите ли вы друг другу какие-то подарки, сюрпризы? Интересно узнать. О, вообще, день влюбленных это сила. День влюбленных вообще каждый день должен быть. Вот я так думаю, да? Вот, например, сегодня день влюбленных, потому что я вернулся с Рисой домой. Вот. И по дороге я заехал, купил цветы. Вот. Вот какой, да, какой влюбленный оказывается я. Вот. Ну, в общем-то, из этого мы сильного праздника такого не делаем, ну, что прямо там что-то вдруг упустили где-то как-то. Вот. У нас, если, например, сейчас приближается в марте, да, юбилей будет, то есть годовщина свадьбы. Это, конечно, особый момент, когда мы вдвоем стараемся куда-то поехать, где-то, может быть, даже на сутки, мотель снять, там, погулять по городу, съездить где-то побыть, да? Вот. А День влюбленных у нас получается так, мы уделяем немножко внимания друг другу, но, может быть, не делаем из этого такого чрезмерно яркого праздника. Например. Людмила тоже спрашивает, что возможно ли проводить уроки игры на гитаре? На гитаре? Да. Ну, ты будешь учить на гитаре? Я только знаю ми минор, ми мажор, ля минор, и си минор. Маленькое, так этого достаточно, чтобы спеть песню, это нормально. В ми миноре. В ми миноре. Отлично. Нет, друзья, мы самоучки, поэтому спасибо вам за доброе такое расположение, чтобы мы еще уроки на гитаре проводили. Вот, мы самоучки на гитаре, в частности, я про себя скажу, я научился играть, когда мне было, наверное, лет 7, вот, брат Миша, у меня есть старший брат, но один из старших, вот, я говорю, Миш, покажи мне, пожалуйста, вот аккорды на гитаре. Сколько мне, 7 лет было, еще мы жили в Молдавии. Он говорит, ну, иди сюда, покажу тебе, брат мой. И он показал мне три аккорда, не помню, ля минор, наверное. И вот я вот, дринь, 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 не вот так уже, почти 40 лет, дринь, дринь. Да, 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 то есть, мы самоучки, да, то есть, не так уже потом пошло уже развитие определенное. К сожалению, мы уроков, наверное, не сможем проводить, да. Там есть профессионалы, хорошие на ютубе. Лариса спрашивает, а вы малышей своих прививаете, это про прививки вопрос, и можно ли пойти в школу у вас с непривитыми, или это строго обязательно? Ну, расскажи ты хоть теперь, а то я все говорю, говорю, это уже по твоей части больше. Я скажу, что в Америке это зависит от штата, где вы живете, в каких-то штатах очень строго, в каких-то штатах менее строго, но вообще, как я слышала, что по Америке нет такого конкретного, как сказать, закона, что все дети должны быть привиты. просто может быть родители об этом не знают, но мы пишем в школу, называется waiver, как бы, ну, отказ от прививок, то есть, что мы несем ответственность за это, и можно это делать, и детей принимают спокойно в школы, как и в частные, так и в общеобразовательные, поэтому это не строго обязательно. Ну да, я хочу дополнить, может быть, кто первый раз смотрит и скажет, что мы вообще к прививкам относимся, как бы. Дело в том, что если эпидемии какие-то конкретные или еще что-то, там были в свои времена, там холеры всякие, и там много, то я думаю, что может быть и ничего, как бы у нас нет такого, но когда мы просто соприкоснулись и увидели, как с самым маленьким деткам, только новорожденным, сколько им в прививок саживают, это буквально в первые месяцы жизни, и когда мы прочитали много о последствиях, мы просто для себя решили. Но в то же самое время мы относимся немножко гибко к этому, да? Вот так. Здравствуйте. Вопрос еще был у Саши о косметике, что спрашивают ли дети и просят ли девочки старше косметику. Я как-то говорил уже, что очень важно, когда мы вообще с детьми, очень важно разговаривать. У нас в одной из тем, где мы проводим видео, наверное, не помню, или я подростка говорю, рассказываю, или еще что-то. Очень важно с детьми разговаривать. И разговаривать не на, скажем, не на уровне «Я папа», «А вы дети?» Ну, то есть там «Так, кто?» «У кого есть вопрос по отношению косметики?» И все, и все под стол залезли. А я имею в виду разговаривать дружески, спокойно, да? Вот как сейчас, к примеру, я рассказываю. И дети чувствуют сердцем, у них есть вопросы, мы отвечаем. И когда вот ответишь вопрос с этой стороны, с другой стороны, осветишь, с третьей стороны, смотришь, скрывают головой, не соглашаются, и без проблем. То есть такого противодействия, какого там, или споров, или этого нет. А, да. Я еще по отношению вопросов. Друзья, бывает, вопросы выставляются под какими-то видео где-то далеко отдельно. Если вдруг мы на ваш вопрос, потому что у нас уже больше ста видео, может быть, мы где-то что-то упустили. Если мы на ваш вопрос не ответили, вы уже на нас не сердитесь, потому что просто мы, наверное, его упустили. Еще раз напишите, и вопросы пишите именно там, где у нас обзор за неделю, да. Нам тогда легче видеть и отвечать. Мы с удовольствием отвечаем на все вопросы. Пожалуйста. А, да, что за неделю прошло? Ну, рассказывай. А, ну, что было за неделю? Прошлую субботу у нас у Викачки был день рождения. Ей сполна с 15 лет. И вот она сказала, она чуть-чуть раньше была день рождения, она сказала, пап, я очень хочу дождаться тебя, когда ты приедешь с работы и мы попразднуем день рождения. Да? Да, целую неделю ждала. И она ждала вот дней 5, наверное, и... Так что мы фотографию там выставим, да? Да. Дальше, что у нас было? А, потом у нас... Ну, мы были с Зубнова с Маргаритой. У Зубнова с Маргаритой. Хорошо, да? Да, потом я была опять у хиропрактора два раза. Ты моя маленькая. Потому что моя кость вся там никак не хочет стоять на месте. Потом мы делали на этой неделе фотосессию для малышей и я делаю видео на этой неделе о хобби. И это специальное видео я делаю для мам, чтобы показать, каким я хобби занимаюсь и какое у меня хобби и какое, может быть, мамочки могут в себе найти талант и развить его и что-то им понравится. Так что на этой неделе я выставлю такое видео. Интересно. А только для мамочек или для папочек? Можно папочкам подглядеть, например? Папочкам можно подглядеть, но, конечно, с мамочкой. А с мамочкой? Хорошо. Да. А вчера мы ездили и отвозили тебе обед. А, да. Это была очень замечательная встреча. Я проезжал мимо дома, ехал в Саус-Дакоту. Был голодный, был уставший, ехал, все. И через наш город проезжал. Я позвонил, говорю, могла бы чайку мне привезти, тормозочек и вот это самое, там, может, пару бутербродиков. И вот она такая у меня добрая жена, женушка. Она детишек взяла, собралась, подъехала. Да, так, спасибо тебе. Я ел бутерброды и вот тебя вспоминал. А, спасибо. И чай пил. О, спасибо. Ну, а сегодня у нас 19 февраля и у нас шел дождь. Сильные громы, молнии тут сверкали. Как бы необычно для нашей местности. Да, в общем, тракисты все радуются. Тракисты или трочники? Трочники и тракисты радуются, потому что наступает весна. А еще нету марта. У нас теплый день, да. Не марта, мая, 2 мая. 2 мая. Она мне всегда говорит, когда я сильно радуюсь, она говорит, еще не было 2 мая. А что такое 2 мая? Это у нас, так сказать, внутренняя шутка, которую никто не знает. Потому что у нас здесь в Вискансене однажды 2 мая насыпало вот столько снега. Да? Да, мы тоже можем фотографию поставить. А, да, если что-нибудь найдешь, поставь фотографию. И мы с ней под елку залезли 2 мая. Так вот всегда, когда я радуюсь, там говорю, о, весна наступила, теперь гололеда не будет. Она говорит, а 2 мая еще не было. А, ну я про маю уже молчу, я марта еще вообще не было. А, ну да, да. Да, так что такие события у нас были за эту неделю. Все? Да? Хорошо, друзья, очень приятно было побыть с вами. Вот, и, пожалуйста, приглашайте с ваших друзей, всегда приходите, всегда будем рады. Наверное, на следующей неделе у нас возобновятся уроки с английским языком. Вот, постараемся с синтезатором потихонечку двигаться вперед. Я думаю, пойдет немножко больше жизни. Задавайте ваши вопросы, всегда будем рады ответить. Вот, ну и, наверное, на сегодня все. Тогда да? Да. До свидания, всего вам доброго, светлого и замечательного в жизни. Вот так махать. Или так? Да. Се? Се?